Приветствую вас, Екатерина. Вы, собственно, какой вопрос к психологу-то задаёте? Какой у вас вопрос? То есть, ну вот вы написали, описали ситуацию, она ясна, она понятна, она безусловно неприятна, она безусловно тяжела, она безусловно в какой-то степени трагична, вот, драматична, а всецело понимаю ваши чувства обиды, брошенности. Предательство, может быть использованность, ну, то есть, то, что вас использовали, вот, разочарование, теперь, недоверие определённого, вот, то есть, я это всё понимаю, но какой вопрос у вас? К нам, к психологам. Какой вопрос? Что вы хотите? То есть, если вы хотите, к примеру, отношения восстановить с мужчиной, да, вот вы говорите, что вам хочется вернуть близость эмоциональную и физическую, то для этого, наверное, нужно что-то делать, да? И я так думаю, что если что-то делать, то начинать, наверное, нужно с вас, я так полагаю. То есть, вам, получается, нужно что-то делать, не мужу, а вам, поскольку у мужа нет мотивов что-либо изменять сейчас. У мужа нет мотивов что-либо менять. Его всё устраивает, ему всё нравится и менять он, в общем и целом, ничего не будет и, скорее всего, не хочет. Пока. В этой ситуации, опять же, что вы хотите поменять? На что вы готовы пойти? Да? То есть, над чем вы готовы работать? Понимаете ли вы, что ваша ревность, ваша слежка за ним, скандалы, крики, истерика, это следствие вашей неуверенности в себе? Несмотря на то, что вы пишете, что вы сами красивые, вы не уверены в себе? И, вероятно, боитесь от нас одна? И, вероятно, не полагаетесь на себя до конца с мужем. То есть, так, чтобы принять какое-то вот своё решение, основываясь на том, что для вас приемлемо, а что нет, вы не можете. Вы говорите, я не хочу разрушать семью. Но что такое семья? Что такое семья, как не люди в этой семье? Но если муж потерял к вам интерес, означает ли это, что вы для него не имеете ценности пока что? И означает ли это, что эту самую ценность вы можете приобрести, только работая над собой и, вероятно, вспомнив то, какой вы были тогда? Тогда. Тогда. Тогда вы стали вместе, когда вы начали встречаться, например. То есть, такой момент здесь есть. Описываемая вами ситуация, она, как сказать, она, вы сами понимаете, классична. То есть, мужчина работает в командировках, вы беременеете и у него теряется к вам интерес. Появляются новые женщины, которые для него более привлекательны. И, соответственно, вы используете всякие средства для того, чтобы его удержать. Звонки, видеосвязь, говорите, помогло и так далее, и так далее, и так далее, пытаетесь удержать. Но чем сильнее мужчину вы пытаетесь удержать, тем сильнее он хочет освободиться от этого контроля, потому что контроль не нравится никому. И здесь, опять-таки, опять-таки прослеживается точно для вас. Мужчина слишком значимый. Отношения для вас с ним слишком значимы. С ребенком возникла вот такая ситуация, что вот у меня появилось ощущение, что вы его не для себя рожали, например, не потому что хотели этого, а для мужа. То есть, типа, что он вот должен, не знаю, должен был оценить то, что, ну, то, что вы родили ребенка. Вот. То есть, я связываю подобные вещи, которые вот происходят, я связываю с отсутствием доверия между вами, отсутствие искренности в отношениях, отсутствие живого такого взаимодействия, отсутствие общности между людьми. То есть, это не только отношения мужа и жены, это не только отношения мужчины и женщины, но это еще и отношения двух людей, которых интересует внутренний мир друг друга. И вот здесь очень важно понимать, что если отношения между мужчиной и женщиной могут переживать взлеты и падения, отношения между мужем и женой могут также переживать взлеты и падения, то отношения между людьми, как между двумя личностями, имеющими что-то общее в духовном смысле, эти отношения остаются стабильными, если личности имеют устойчивую структуру. Поэтому можно говорить о том, что либо вы эту связь потеряли, у вас отношения, у кого-то из вас интересы сменились и вы отдалились друг от друга, либо у вас этой связи никогда не было. И отношения ваши базировались исключительно только на гендерных и на брачных связях. И в таком случае то, что происходит, выглядит вполне безыкономерно. Нет ничего плохого или хорошего в том, что происходит, но принимать как данное то, что есть сейчас, вам необходимо для того, чтобы из этого уже сделать какие-то выводы. Если вы говорите, что хотите вернуть эмоциональную и физическую близость, это немножко наивно, потому что вернуть ту эмоциональную близость, которая была, и физическую близость, которая была, невозможно, потому что и вы, и он получили определенный опыт. Этот опыт вас изменил, поэтому я не думаю, что можно прямо взять и вернуть ту близость, которая была, но я думаю, что ее можно, например, взрастить заново, допустим. В этом, как мне представляется, особо сложного ничего нет при наличии желания обоих партнеров. И, как я уже сказал, начинать нужно с себя, вот, со своих проблем, со своих противоречий, со своих наложений одного на другое, да, и так далее. Вот так, Екатерина, мне видится ваша ситуация. То есть, вы тут все так достаточно сумбурно написали, вот. То есть, я, вот, как бы, ну, то есть, ситуация-то ваша мне ясна, но... Что делать, да, какой вопрос у вас к психологам, ну, тут непонятно. Вот вы пишете. У меня такая ситуация, у меня двое детей, 7 лет, значит, и 4 месяца. Муж занимается бизнесом с товаром с Китаем. Ездил туда раз в 2-3 месяца. Через полтора года открыл магазин запчастей и в Москве. Мы живем в маленьком городе 600 тысяч человек. Ну, знаете, 600 тысяч человек. Вот, конечно, я понимаю, что по меркам города это, наверное, так много, ну и немало. С другой стороны. Удивительно, что вы вот знаете численность города своего. Смотрите, здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы пишете, у меня двое детей. То есть, я вот не знаю, но почему-то возникло такое чувство, что вы вот это, знаете, как заслугу свою позиционируете. Вот, я могу ошибаться здесь, я ни в коем случае не претендую на истину здесь и сейчас. Вот, но мне вот так вот показалось, что вы этот момент позиционируете, ну, как-то вот слишком лучше, а как вот, знаете, как вот свою заслугу, свое достижение, что ли. То есть, вот тут вот я бы, конечно, конечно, очень хотел бы, чтобы вы озвучили то, что для вас, какое значение для вас имеют дети. Вот, я бы хотел, чтобы вы озвучили этот момент, потому что, ну, пока что, пока что. Есть у меня такое ощущение, такое чувство, что дети вот вам прям, ну, очень, очень сильно прямо вот нужны, да, и очень важны. Точнее, чрезмерно, чрезчур много вы в них вкладываете своего собственного личностного значения. Вот. Еще раз повторяю, я могу ошибаться, я не претендую на истину, мне так показалось. Дальше. Дальше. Значит, вы пишете. Значит, сначала он ездил в Москву ненадолго, пару недель и месяц дома, потом стал максимум дома быть неделю, остальное в Москве и в Китае. Ну, соответственно, да, очевидно, что домой его не тянуло. Очевидно, совершенно. А вопрос. Возникает вопрос. В каком, ну, в каком клише возникает вопрос. Если он стал много времени проводить вне дома, да, если ему стало менее привлекательным дома, чем с вами, то не это ли, не это ли в некоторой степени тревожный звоночек для вас изначально? То есть, не тревожный ли этот звоночек для вас был, что человек, да, что человек, ну вот, не хочет проводить вместе с вами время, не хочет, что ему, ну, комфортнее, да, а проводить время там где-то. Ну, вы, судя по всему, на это внимание не обратили. Наоборот, вы рассказывали своим подругам, что ваш муж молодец, что он работает, что он там, ну, вообще, условно говоря, красавчик. Вот. Ну, это я так. Утрирую немного, конечно, но надеюсь, что смысл вы поняли. То есть, вас, образно говоря, устраивало то, что он, что он работал вот, ну, так. То есть, вас устраивало то, что он много времени проводил где-то, не с вами и так далее. Видимо. А, возможно, возможно, вы им даже, ну, гордились. Я имею в виду своим мужем. Вот. На тот момент. Возможно. Ну, опять же, это вопрос к вам. Это вопрос именно к тому вот, как вы себя, например, позиционируете с ним. Дальше. Значит, я всем подругам объясняла, что он молодец, старается, они не понимали, как так долго с ума бы сошли. Непонятно, зачем вы объясняли подругу. То есть, то есть, ну, какое дело, условно говоря, подругам, вообще, до этого. Вот. То есть, ну, почему вы им объясняли? То есть, это вот то, что мне кажется, нужно вам раскрыть. Вот. Дальше. Потом я забеременел вторым. Он также жил в Москве. Очень редко приезжал. Бизнес перло. В итоге одна поездка в Китай закончилась добавлением в Инстаграм двух особ. Первая подрабатывает в Китае. Из объяснений сказал, она знает хорошо китайский и английский. Хорошая, мне будет помогать. Второй познакомил компаньон на выставке. Так, как-то вот вы тут в одном предложении и беременность, и добавлением в Инстаграм двух особ. То есть, давайте еще раз. Я забеременела вторым. Давайте, ну, для начала, для начала, просто вот как-то вот скажем. Для начала скажем. Так. Скажем. Что значит, я забеременела вторым? То есть, вы как-то планировали, вы как-то хотели, допустим, ну, допустим, ребенка. Или что? Что значит, я забеременела вторым? Ну, очевидно же, что у вас к этому были какие-то, очевидно, приспосылки. Дальше, значит, так. Он жил в Москве, редко приезжал, бизнес сперла. В итоге, одна поездка в Китай закончилась добавлением в Инстаграм двух особ. Ну, во-первых, откуда вы узнали? Откуда вы узнали о том, что он добавил двух особ? Почему у вас, условно говоря, есть доступ к его, допустим, ну, к его Инстаграму, да, и так далее. То есть, я вас не обвиняю. Просто вы об этом говорите так, как будто мужчина делает что-то вообще очень плохое. Плюс еще ко всему прочему он, по вашему мнению, должен вам объяснять, почему он так сделал, почему он так поступил, почему он добавил этих двух женщин. Вот. Означает ли это, что между вами, означает ли это, что между вами уже тогда, на тот момент не было доверия? Ну, для меня, если честно, для меня очень большой вопрос. То есть, вы уже, получается, болезненно восприняли тот факт, что он добавил двух девушек в Инстаграм. И вы потребовали от него, чтобы он объяснил вам, откуда они там. То есть, вы потребовали от него объяснение. Вот. Соответственно, здесь, в том числе, проявляется ваша, как я уже сказал, неуверенность в себе. Потому что, ну, добавил и добавил. Дальше, значит, так. Все, шестой месяц беременности, он приехал, я нахожу переписку с той переводчицей. Как вы находите? Что значит, вы находите? Типа, классно буду сидеть в Китае, он пишет, скоро приеду, будем бухать. Ну, опять же, это очень важный контекст. То есть, мужчина, он, получается, здесь не скрывал ничего. Ну, нужно понять, почему он ничего не скрывал. Начинаю кричать, кричать, реветь. Вы тут так пишете? Да, начинаю кричать, реветь. Как будто, знаете, это, ну, что-то вообще само собой разумеющее. То есть, почему вы начали кричать, реветь? Ну, вот, серьезно, почему вы начали кричать и реветь? Получается, это как-то годами, ну, не годами, но месяцами копилось у вас. Откуда крики? То есть, на ровном месте, вы поймите, на ровном месте крики не возникнут. На ровном месте. Если крики возникли, значит, что-то было уже. До. До этого. Что-то произошло раньше. Правда? Какая штука, какая штука. Вот я и хочу вас спросить, что произошло раньше. Что подвело вас к крику? Ну, было ли, ну, например, с вашей стороны, какое-то недовольство ранее мужем? Если было, то в чем? Потому что вы, вы ничего, ничего об этом не говорите. То есть, если, если недовольство мужем было, то в чем оно тут лежало? Если конфликты между вами были, то какие они, какими, какими они были, эти конфликты? Так, значит, из-за чего вы начинаете кричать речь? Из-за чего? Он успокаивает, говорит, ничего не было, успокоится, это простая девчонка, она хорошо помогает, я успокоился, так они шутили. Либо вы чрезмерно наивны здесь, либо вы меня извините заранее, пожалуйста. Я сказал, что если я что-то сейчас скажу вам неприятное, но как-то, знаете, вот быстро, слишком вы успокоились, на мой взгляд, на мой взгляд как-то слишком быстро вы успокоились. То есть, у вас, ну, может быть, эмоциональная нестабильность была, или как-то что-то такое. Потому что, ну, вот, исходя из того, что вы написали, как-то легко, а слишком ваш муж вас успокоил. Вот так вот мне, по крайней мере, показалось. Дальше, эм, так, эм, в итоге прожил месяц, я на седьмом месяце беременности решил зайти в его инстаграм. Для чего? Пароль вроде помнил, он только улетел в Москву, видишь переписку со второй девкой. Почему девкой? Откуда такое пренебрежение? Который, не переводчик, пишет ей куда едет, отправляет свои фотки, разные приколы, смеются. Три раза отправлял ей с такой ночью, но не желал, сказал, устал, буду спать. А сам с ней потом, сам с ней потом что? Все почистил. Вот я думал, умру, давление подкачило, стало плохо. Вот так я узнал о его увлечении. Ну, слушайте, вы, ээээ, вы меня извините, эээ, пожалуйста. Но я пока ничего плохого в поведении вашего мужа не увидел. Вот именно плохого. То есть именно каких-то признаков измены, да. То, что происходит, это, конечно, не совсем хорошо, безусловно. Но это не критично. То есть ни в коем случае нельзя сказать, что мужчина вам, например, изменяет и так далее. Вот ни в коем случае нельзя этого сказать. Ну, вот сейчас, на данный момент. А так не выглядит, что он вам изменяет. Я понимаю, что, ну, что вы, вероятно, так считаете, да, что у вас сомнений никаких в этом нет. Но все-таки пока на данный момент ничего демонстрирующего, что он вам изменяет, нет. Дальше. Так, эээ, значит, эээ, так, я думал, умру из-за чего, от чего стало плохо. Он мне звонил, писал, видимо, все время в мессенджере, иногда, как бы продолжали общение в Инстаграме порчать с приколом. Да, что плохого-то? Я решил наблюдать. То есть следить, то есть контролировать. То есть вы не чувствуете себя в безопасности. То есть, соответственно, за свою безопасность вы приложили на мужа. Стал спрашивать, чем она занимается. Сказал мне, чем. Для чего вы интересовались этим? В итоге, после моих нападений, зачем вы нападали? То есть, вот, понимаете, да, о чем я говорил? Что у вас нет, эээ, единения с, эээ, ну вот, с собой. У вас нет единения с собой, о чем я, вот, эээ, пытаюсь вам донести. Что я пытаюсь вам донести? То есть вы нападаете на него и спрашиваете, там, о ней, звоните ему и так далее, и так далее, и так далее. Муж прекрасно понимает, что вы пытаетесь просто его удержать. Муж прекрасно понимает, что вы пытаетесь просто, эээ, его, как-то вот, ну, починить, эээ, себе и так далее. То есть вы не говорите о своих чувствах с ним. Вы не говорите о своих эмоциях ему. Понимаете? Какая штука. Именно поэтому у вас и нет близости друг с другом. Вот. И вы с ним, получается, не искренне. Вот. Потому что не говорите ему о том, что вас беспокоит. Опять же. Да? Потому что даже вот в вашем тексте эмоциональность чувствуется, но она не выражается никак. Эээ, так, сказал вам, что это подруга-переводчица, а не компаньон познакомилась. Они познакомились, когда пьянствовали в кафе. Враньё объяснил тем, что, чтобы не расправить меня, ничего такого нет, они не общались якобы. А я тут знал и знал, что продолжаю. Но опять же. Я хочу здесь вас спросить. Эээ, как вы думаете, почему мужчина решил вам врать? Дальше. Она была в Китае, он поехал по работе, я каждый раз звонил и просил видеосвязь. Это помогло, он ей писал, что не может встретиться, занят дела. То есть вы, опять же, на мужа давили. Вы на мужа давите, вы пытаетесь его как-то остановить, да, при этом не меняя ничего в своём поведении. При этом не меняя ничего в своём отношении к нему. При этом не становясь для него более, ну, более привлекательной, что ли, более, ну, более важной, более значимой. Вот. То есть с этого ничего вы, получается, не делали. Вот. А вместо этого просто пытались его удержать. Вот. Ну, естественно, да, естественно, что из этого ничего хорошего не получал. Мужчон мог играть, как бы, вот, с вами в эту игру, да, в которую, ну, в которую вы, вероятно, сами начали. Ну, вот, но это совершенно не, ну, не может, не может удержать человека, да, если он, там, вот, действительно хочет, а, значит, ну, если он действительно хочет, там, с кем-то общаться, да, и... Так далее. Дальше. Так, эм, значит, девочка совсем молодая, ей 22, ему ему 33, ну, понятно, лёгкость влечения, ведь я, эээ, ведь беременный, он боялся пройти, секса не было у нас. Ну, опять же, здесь, эээ, я могу дать, ээээ, такой комментарий, что, ээээ, почему обязательно, ээээ, классический секс? Почему, ээээ, ну, как бы, есть же разные способы, ээээ, заниматься сексом, почему только классический секс? Здорово, если бы вы раскрыли этот момент нам, ну, нам, для нас, вот. То есть, да, понятно, 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 что, ээээ, значит, влечение и так далее, но ведь влечение стало почему-то возможным для вашего мышца. И, мне кажется, это очень важная история, важная часть, ээээ, которую вы, возможно, ээээ, здесь опустили, ну, либо не придали значения. Кхм, дальше. Вот, я удалил её везде, все телефоны и в инстаграм, всё, откуда вы её удалили. Кхм, он её добавил снова, на что мне сказалось, она спрашивает, как визу оформить, и вот, что за ерунда? Ээээ, ну, то есть, опять же, вы здесь, ээээ, даёте, эээээ, знаете, вот, как будто, ээээ, оценку, что ли, что ли, как будто вы пытаетесь эээээ, дать. Тому, что, вот, ну, ну, тому, что происходит. То есть, такое ощущение, что вы говорите, что нет, это, эээээ, это смешно, так, вот, так быть не может, так быть, ну, не должно. Но, но, ээээ, почему, почему, Заня, почему? Опять же, вопрос к вам. То есть, да, вместо того, чтобы смотреть на отношения с мужем, вы, эээээ, выбираете действовать вот так. Как, как действует? По факту. По факту. Вот. Я не говорю, что это, прям, обязательно плохо. Я не говорю, что это, прям, обязательно плохо. Я хочу сказать, я хочу сказать, что это не решает проблему, как, ээээ, ну, проблему как таковую в ваших отношениях, например. Дальше. Так, он ее добавил снова. Так, вот, очередная поездка в Китай сейчас. Я закажу в его инстаграм, видео переписку, как дела, я соскучился, решил написать про свой три месяца, чем занимаешься. Она отвечает, ты же меня везде заблочил, все-таки есть фотки, какие и тогда. Да, идет видеозвонок, у меня щелк, конечно, трясет, похудела на три дня, за три дня на два килограмма, но, думаю, не думая, что такая психучка на жизнь стала до и после, глубокий удар в сердце обида. А, я вот, не понимаю, обида вследствие чего? То есть, как бы, тем более, что он ее добавил. Обида вследствие чего у вас? Вы не написали ничего о том, что решили, допустим, ну, что решили, допустим, свою проблему. Вы об этом, ну, ничего не написали. Вот, абсолютно. Так, эм, и хочется, соответственно, спросить у вас. Так, на что у вас обида возникла? А почему вы это так восприняли? Ну, вот, негативно, настолько негативно. То есть, я не хочу сказать, что вы должны были воспринять это как-то по-другому. Я хочу понять вас, что за чувства вы испытали. Вы говорите, обида, шок. Да. Но обида, шок, это немножечко не те чувства. Обида, шок, это вы как, как вот, эээ, правильно сказали. Это отчасти очень, эээ, ну, жертвенно такое, эээ, поведение, поведение. Позиция, поведение, это жертвенное. И это ничего не говорит о ваших ощущениях. Вы говорите, что вас трясёт. Но ведь вы, эээ, с отношениями своими с мужем, эээ, ничего не делали. Вы не пишете, вы не пишете о том, что вы как-то их, эээ, ну, что вы их как-то раскрыли, что вы как-то вот их, эээ, значит, проработали. Эээ, вот, эээ, этого ничего нет. И у меня, исходя из этого, эээ, к вам вопрос, в таком случае, в таком случае. Так, эээ, если вы ничего не делали, откуда же тогда, откуда тогда, в таком случае? Взяться, эээ, вот, переменам. Понимаете? Какая штука. Вот это, мне кажется, эээ, нужно поисследовать. Мне кажется, что этот момент, эээ, значит, нужно проработать. Как, ну, как, эээ, как минимум. Как, как минимум. Дальше. Так. У меня ребенку уже 4 месяца, мы так не спали с мутем. Почему? Ну, и были у меня проблемы, но он не знал, он просто даже не спрашивал, когда можно. Тут было все понятно, он не хочет. Эээ, да нет, может быть, он, понимаете, здесь вот опять, здесь опять, да, здесь опять идёт, ээээ, ваше, эээ, вот, ну, как бы, недоверие. То есть, условно говоря, вы, ээээ, как бы, заранее за мужа, эээ, всё решили. То есть, вы ему не рассказали о проблемах, вы ему, ну, возможно, не демонстрировали свои чувства, вот, вы не рассказывали ему о том, что вас, к примеру, ну, беспокоит, да, и так далее. Ничего этого, скорее всего, не было. И вы из-за своего мужа, получается, просто опять же решили, решили, что он вас не хочет, вот. Ну, то есть, это, ээээ, на мой взгляд, эээ, достаточно, эээ, такое, знаете, ээээ, поспешное решение, вот, ээээ, даже, эээээ, даже если, даже если вы, вы правы, вот, даже если вы правы. Ээээ, понимаете? Вот. И, ээээ, всё равно, тут вы, ээээ, в одну сторону, ээээ, принимаете решение. Эээ, просто быстрее засыпало, пока возник грудничку, а потом вообще сказало, что брезгует, грудное скармливание, стофвер омне брезгало, не брезгало, никогда. Ээээм, ну, опять же, опять же, опять же, понимаете, тут, эээээээ... свидетельство отсутствия у вас контакта. Я бы так сказал. Я бы так сказал. Понимаете? То есть, мне кажется, что здесь вот у вас отсутствует уже контакт друг к другу. Знаете, в чем сложность? Может быть, вы правы, но то, что вы описываете, это уже следствие отстраненности вашего мужа от вас. Вот. Я не обвиняю вас, опять же, ни в чем. Не хочу вас обвинять, но просто говорю о том, что вот так. Что так может быть вполне. Вот. Поэтому, обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Дальше. Так, я стал спрашивать, где эта мадам, хотя знаю, что она теперь в Питере. И что я стал спрашивать, не очень понятно. Я стал спрашивать, где эта мадам, говорит, что знаю, что она теперь в Питере. Он сказал, что никогда со мной не общался, прощеркнул, смотрел себя как сгорочка. Глупо, начинай ему работать. Своей пустой ревностью, а сам тут же пишет всякую ерунду. Так, ревность возникает из-за определенных моментов. То есть, ревность возникает из-за страха одиночества, из-за неуверенности в себе, из-за сравнивания себя с другими людьми, из-за особенного отношения к сексу. Вот. Так, э-э-э, значит, так, э-э-э, значит, так, э-э-э-э, значит, так, э-э-э-э, в Питере нет ничего интимного, а она не хочет быть видимым. Может быть, она и изначально ничего интимного не было. Срочно говорит новую жизнь, но не обрубает общение, флиртует, значит, жена дети. Этого, кстати, в разговорах нет никогда. Откуда вы знаете тогда, что она знает, если этого разговора нет никогда? Или, может быть, чего нет в разговорах никогда? То есть, вы как-то тоже раскроете этот момент. Он видит, почему такой-то с видос, и ищет возможность якобы подкатить под юбку. Как что значит подкатить под юбку, если вы говорите интимного, ничего нет? Она закрыта, все цены, но бывает, видимо, он как особо ведется. Вот, а с чего вы решили? Свекровь поддержала, сказала молчать и добиваться, приводить себя в порядок. Почему? Свекровь об этом в курсе, если это ваша семья. Муж же измены знала, не сказала, живут счастливо. Кто живет счастливо? Очень понятно, подруга сказала, уничтожит. Почему подруга знает об этом, если это, опять же, ваша семья? Только ее муж говорит, тоже признаться. То есть, вы рассказали об этом всем. О своих догадках, о том, что у вас есть только подозрения. Я самая красивая, лучше ее. Вот тут проявляется ваша склонность сравнивать себя с другими. Немного надо в тренажерку сходить немного, но мы сентагов сиховать, не хочу возвращать семью. Я говорил по поводу семьи, что семья – это люди. Беда такая, собираемся приезжать в Москву, там нет помощи от кого. Он сказал, что будет ездить еще чаще, еще в другие страны. На что я против? Почему я тоже хочу развиваться, не сидеть дома? А как муж с этим связан, если у него работа такая? Он же говорит, ты меня не понимаешь, а как ты понимаешь, когда ты такой врут? А врет-то почему? Вот почему врет? То есть, вы чувствуете, что мужчине нужно? Он врет, потому что знает, что вы не примете его чувства. Из-за этого люди всегда врут. Ну и понятно, что он сам имеет некоторые противоречия тоже. Меня любит всегда, говорит, что я мало верю. Верить не нужно, смотреть на поступки. Ему удобно, родила, воспитывая, я просто хочу человеческого счастья, чтобы меня любили, оберегали, заботились и не предавали. Ну вот тут вот я могу сказать, что эти желания нормальны, но вы поставили эти желания в зависимость от мужчины, от другого человека. Тогда как и оберегать, и любить, и заботиться, это в первую очередь ваша ответственность. А что касается предательства, это здесь более тонкая история. Потому что, еще раз, пока мы не сделали ничего, исходя из того, что вы написали, то можно было бы расценивать как предательство. Кроме только того, что вот у вас в сексуальном плане есть проблема некоторая. Не знаю, признаваться, как жить дальше, как жить дальше, чтобы что? Перебеситься, кто перебеситься? Признаваться в чем? В чем признаваться? В том, что вы знаете, что она в Питере, что они общаются? Угу. Лучше признаться немножко в другом, в других чувствах, которые стоят за этим. То есть, не хочу показаться жертвой, но так тяжело. Екатерина, я понимаю вас, понимаю, что вам тяжело, но вам для начала нужно разобраться в себе и в своих целях. Потому что, во всех, как-то, отражают вашу эмоциональность, то, что вам действительно сейчас нелегко, но нужно взрыва привести себя в порядок, понять, что для вас важно, что вы чувствуете. И с некой такой четкой, более-менее четкой позицией уже подходить к мужчине. Вот. То есть, мне видится история, мне видится ситуация вот такой примерно. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если вам понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.